Ребят, всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Инна, и сегодня я хочу вам показать, что появилось у меня новенького из белорусской косметики. Очень часто получаете вопросы, после особенно этих видео, когда я снимала о фаворитах белорусской косметики. Кто не видел, обязательно посмотрите, внизу я оставлю ссылки, первую, вторую часть. Там мои любимчики, которыми я до сих пор пользуюсь, некоторые даже повторно уже покупала средства, но о них я не буду повторяться. Давайте я вам покажу, что из нового я попробовала, также кое-что покупала по вашим советам. И да, сразу хочу сказать, что мне очень всегда тоже много поступает вопросов, и к тем видео было, где приобрести, заказать, можно, да, вообще белорусскую косметику. Я нашла один сайт, называется он annacosmetics.ru, я не помню, через дефис или как он правильно пишется, внизу оставлю на него ссылку. Посмотрите, там довольно большой выбор продукции, как ухода для тела, для волос и декоративки. Единственное, я хотела попробовать кое-какие новинки, но, к сожалению, на сайте у них пока не представлены они. Но, может быть, уже появились, пока я вот эти средства тестировала. Давайте я начну, наверное, с того средства, которое мне очень-очень многие девчонки советовали. Это шампунь с маслом органы жидкий шелк для сияния, для всех типов, легкость без утяжеления. Потому что я сейчас использую новый уход для волос. Он довольно дешевый, поэтому мне интересно, да, посмотреть, как бы, стоит ли он своих денег. И я решила не мешать, ну, как бы, да, вот с этим шампунем. Я этот шампунь обязательно потестирую в ближайшее время и уже расскажу вам в видео об уходе за волосами. Договорились? И как и хотела, я тогда еще давно вам в тех видео говорила, приобрела я вот эту вот масочку профессиональной серии биомолекулярное восстановление волос от Белита. Стоит она, девчонки, недешево. 460 рублей у нас в магазинах. На сайте также примерно она 420, что подешевле. Она идет как сос-маска, она структурно восстанавливающая, увлажняющая, подходит идеально для пористых волос, вот именно для длинных. У меня, наверное, вот все маски, которые были от белорусской косметики, девчонки, они бюджетные, но они реально супер работают. Я вам очень советую приобрести, по крайней мере, хотя попробую ту дешевую с кератином, которую я вам показал в предыдущих видео. И вот это вот с маслом органа желтую в тубе. Круто. Об этом я вам расскажу уже тоже также в видео об уходе за волосами. Я, конечно, девчонки, очень слабая на то, чтобы устоять такому буму, когда вот все пробуют, и вот одно средство безумно всем нравится. Я тоже решила попробовать, не удержалась. Вот такое вот средство для укрепления ногтей от Релуи, Дабл Ирон, или как, в общем, они есть разные. Есть у них 8 в одном, то, как бы, говорят, что оно не очень. Есть еще какое-то там более полупрозрачное такое, вот это вот матовая бутылочка такая белая. И как бы считается, что оно способствует именно укреплению ногтя и способствует защите его, чтобы он сильнее и быстрее рос, длинные такие крепкие ногти были. В общем, по итогу я могу сказать так, что я не знаю почему, но по мне вот сыворотка, знаете, вот эта, которая для ногтей от Эвелайн, 8 в 1, очень всем известная. Она круче работает, но, по идее, по нанесению, потому как, если попадет, опять же, на кожицу и немножко это жжет ноготь, так же работает, как Эвелайн. То есть, они в этом плане похожи. Но вот именно как по итогу, по результату, не знаю, для меня как-то это средство слабовато. Как вы думаете, что самое лучшее в косметике у белорусских производителей? Я думаю, что 100% в основном большинство из вас подумали о тушах. Девчонки, да, 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 туши. Я раньше, когда не попробовала ни одной, я вот, может быть, кто-то из вас сейчас не пробовал, так же скептически относилась и думала, блин, знаете, вот вижу много, их много этих туш лежит, думаю, там 100-120 рублей, 140 максимум, по 90 рублей. Ну, че, да, да, ну, не верю, ну, наверное, обычный такой масс-маркет, даже хуже. Да я не пойду, лучше всего в магазин, куплю мейблин, ну, так раньше я думала. И, честно говоря, у меня сейчас даже мейблин не надо за 300 с чем-то, за 400 рублей и не лореалий за 500, потому что пусть я дам даже 200 рублей где-то с наценкой белорусской туш, но она реально придает классный объем. Она разделяет ресницы, пусть она месяц, на месяц ее где-то хватает, а максимум на полтора. Я вот давно хотела попробовать одну тушь, вот именно вот эта Luxury, или как, тоже очень много на ней наслышано. У нее такая хорошая, деликатная кисточка, небольшая, и она силиконовая, да. Вы знаете, она вот такая вот аккуратная, что каждый раз сильнее-сильнее раскрашивается, и при этом она не теряет того момента, что этой вот структуры своей разделять каждую ресничку отдельно. То есть она не смазывает, она потом не делает комочками там вам, да, она не следует реснички между собой, как вот, например, у этой туши было. Вот комплименты, да, опять же покажу. Но у нее, наверное, за счет того, что большая кисточка, просто огромная, она еще бывает удлиняющая, если не ошибаюсь. У меня это суперобъемная. Ну, объем, конечно, нереальный. К ней надо приноровиться, чтобы не пачкать века, но я ее все время наносила только для видео, потому что ресницы сразу такие супер выразительные. Я ее вытащила из пустых баночек, надо закинуть, она у меня уже давненько закончилась. Ну, но если говорить вот из всех тушей, которые я уже пробовала белорусские, я уже и тогда ранее говорила, еще раз повторюсь, и это уже мой не первый тюбик, и всегда я буду считать ее самой лучшей у белорусов. Это Долли. Тушь от Релуи. Объемная. Она еще есть удлиняющая. У нее длинные ворсинки. Пушистенькая. И она, знаете, как она подхватывает? Она прям как бы схватывает. Вот у нее такая структура, вот как волокна сама тушь. Они подхватываются, она находит новые реснички. И они, собственно, такие объемные. И так классно она держит изгиб. Вот просто классно держит изгиб. И они вот такие вроде бы как кукольные, но в то же время натуральные. Она у меня уже загустела, и вот крышка не до конца закрывается. Буду приобретать на днях новую. Потому что без нее я не могу. И это мой самый такой помощник лучшего макияжа, поразительных ресничек. Покажу вам два средства, которые мне не очень понравились. И покажу, наверное, самое провальное, которое я бы не советовала никому. Это от Белита корректор тональный для лица. Вот таком вот тюбике в виде обычного такого фломастера. Да, вот выдвигаете. Не знаю, так надеялась. И думала, что это средство будет похоже на мой любимый консилер от Max Factor. Который стоит сейчас где-то 600 рублей. Честно говоря, мне прям жаба душит на него тратить деньги. И я сейчас хочу приобрести от Белль. Очень его хвалят консилер. Напишите, девчонки, кстати, как вам. С такой кисточкой-спонжиком. Это такое средство, что просто добавлен какой-то легкий-легкий тональный крем на водной основе. Который вот просто вы нанесли. И он вот просто катается по вашей коже. Никакого плотного перекрытия, там даже среднего покрытия вы не увидите. Он не освежит кожу под глазами. И я его пробовала на покраснения какие-то. Но никак, просто никак вообще не советую. Хотела я попробовать карандаш для бровей Трелуи. К сожалению, для меня в минус ушел. Потому что он просто для таких жгучих брюнеток. Кого более такие темные, черные брови. Он хорошо вам пойдет. По нанесению он неплох. Он такой в меру средний, мягкий. Но не растекается. Такой, да, вот. И в то же время кожу не дерет, не сухой. Вот, неплохо. Вот, ну, оттенок другой надо попробовать. Какой-то коричневый. Раз мы начали про брови, то покажу сразу еще одно средство для бровей. Очень его хотела, потому что столько положительных отзывов. Особенно весь инстаграм прям пищит о них. Это об этих гелях. Если не ошибаюсь, в трех оттенках. У меня тон 0,3. То есть это серо-коричневый гель оттеночный. С фибрами нейлона. Которые вот именно за счет этого визуально увеличивают количество волосков. Как видите, кисточка такая прямая и довольно длинная. Ей неудобно прокрашивать. Многие знают и у многих есть гель для бровей от Lumené. У меня он тоже был и закончился. И вот на смену ему, в принципе, решила приобрести этот. Как видите, оттенок очень похож. С Lumené они вот такой серо-коричневый, как и заявлено производителем. Он на самом деле более увеличивает волоски. Он делает их более гуще. Неплохо сам по себе он их укладывает. Он не высыхает коркой. Но при этом, на самом деле, где есть пробелы у меня, особенно на изгибе брови, он прокрашивает и такой придает легкий оттенок натуральности. То есть не оставляет пустоту. То есть, хотя вот, например, Lumené с этим не справлялся. Этот более так интенсивно прокрашивает. И, конечно же, белорусская бомба инстаграма. Это нашумевшие матовые помады от Luxe Visage Pin Up Ultra Matte. У меня вот в таких вот трех цветах. Один оттенок я давно вам показывала. И делала несколько раз отзывы на нем в инстаграм. Это у меня оттенок 4. Холодный такой красный. Здесь идет такой вот спонжик. Он маленький, девчонки. Он очень аккуратный. Которым очень-очень удобно прокрашивать именно контур губ. Плотно сам по себе и бархатно ложится на губы. Он не растекается. Даже если излишком нанести, это не выезжает куда-то за контур губ. Я говорю, когда я вот, в принципе, вот этот близко использовала, я всегда поражалась. Вообще, в принципе, какой крутой продукт. Сюда небольшие деньги. Очень-очень многие хвалят. И не зря. Очень многие пищали по оттенкам 8 и 9. Я тоже решила себе, конечно же, сразу их купить. Я могу сразу сказать, что 9 мне полюбился очень-очень сильно. И вот этот цвет с холодным таким подтоном я могу советовать. Например, вот я смешиваю его с 8. И вы знаете, вот эти вот два цвета дают тот классный оттенок, в принципе, который я себе представляла вот в 8 оттенке. Но он оказался сам по себе самостоятельный, очень яркий. Не сушат губы, их не стягиваю. И пока в течение дня на губах есть у вас это средство, то мне очень нравится, что его не ощущается. На помощь приходит 9 оттенок. Сейчас я его прямо вот сверху нанесу и смешаю. И получается такой кайфовый цвет. Вообще просто супер. Такой бежево-розовый. Очень красивый, носибельный. Давайте я вам покажу, как смотрится самостоятельно 9 оттенок. Смотрите, какой крутой. Вообще супер. Обязательно присмотритесь. Особенно брюнетки. И если говорить о их стойкости, то я хочу сказать, что это довольно хороший результат. Потому что после нанесения, пока я не покушаю, у меня все на губах. Если я, например, попила воды, если я там поел что-то, может быть, жирного такого, то, конечно же, она исчезает и как бы остается такой легкий оттенок на губах. Надо обновить. Одна матовая штука для губ. Это уже от Белородизайн. Тут, конечно, небольшой пробал. Единственное, классный оттенок. Тон 51. Но я, девчонки, им почти не пользуюсь. Сразу скажу, за счет того, что вот мне не нравится нанесение. Он полосит. И мне казалось, что иногда даже вызывало кашель. Вот эта вот лишняя химическая вот эта оттушка. Ну, как-то вот что-то не то. Вот рука к нему не тянется. Хотя оттенок такой красивый. И, девчонки, пока на этом все. Я показала вам все свои новиночки с белорусской косметики. Обязательно напишите мне в комментариях, посоветуйте. Может быть, есть у вас в любимчике какой-то хороший консилер. Я бы очень хотела попробовать. И да, буду очень рада всем вашим комментариям. Вашим отзывам. Буду рада послушать, почитать. Всем пока-пока.